Куда бы я бы ни приехал, меня везде принимают за своего. И в Греции я грек, и в Армении я вообще свой. В Израиле я чистокровный еврей. То есть я считаю себя коренным москвичом и русским человеком. В паспорте я русский. У меня нет такого прям рвения и желания, чтобы прям все бросить. И сейчас именно работать в этом направлении для зарабатывания денег, для проведения семинаров. Нет, я со своими идеями, то, что я хочу вот эту группу создать, кэмпы проводить. Я как раз под это дело и хочу подвести свой канал. А сын, я в нем вижу потенциал, в плане спортивный потенциал. Потому что я думаю, что мастера спорта, то он должен выполнить по тяжелой атлетике. Какое-то время назад ты проводил семинары, ездил за границу, в России даже проводил. А вот сейчас это увлечение под утихло. Это не поступают предложения или ты, допустим, их масса отказываешься, как, допустим, знаешь, вот есть мое, а есть не мое. Допустим, например, проводить семинары, это, например, не твое. Ты проводил, скрипя сердце. Я понял. Смотри, нет, здесь идет речь о том, что проведение семинаров, во-первых, это хороший доход. Для меня, реально, вот когда я провел, не сказать, что мне это не понравилось, что это было там что-то из ряда вон выходящее. Просто вот это вот проведение семинаров, это же не просто с бухты-барахты, вот тебе там позвонили, ты раз, поехали, приехали. Это тоже большая работа. Допустим, почему у Димы Клокова так удачно и успешно происходит? Почему у Леши Тарохти почему это удачно и успешно происходит? Потому что люди специально, планомерно над этим работают. Это большая работа. Я над этим, я не провожу никакой работы в этом направлении, да, у меня на это нет времени, у меня на это, наверное, не хватает какого-то умения. Соответственно, я понимаю, что, чтобы мне продвинуться в этой степени, либо нужен человек, который будет помогать мне именно в продвижении этого, либо я должен прям целенаправленно подумать, что нужно сделать для этого. То есть, ну, я не задаюсь этой целью. То есть, я для себя выбрал другой путь сейчас. Я не отказываюсь от предложений, но я и не работаю над этим. Здесь можно к этому относиться по-разному. Плохо, это хорошо. Я сейчас не могу ответить. Ну, у меня нету такого прям рвения и желания, чтобы прям все бросить и сейчас именно работать в этом направлении для зарабатывания денег, для проведения семинаров. Нет, я все-таки решил, что для меня более сейчас важно вот эти направления, которые я выбрал. Соответственно, это моя школа, это моя тренировочная группа, это проведение кэмпа. А семинары – это постолька-поскольку. Если будет предложение, я приму их и буду проводить. Не будет предложения, соответственно, этого нету и я не провожу это. Дмитрий Клоков, я когда брал интервью, я ему говорил, что его канал немножко подутих, он стал мало размечать свои видео. И у тебя тоже, в частности, ты вот как-то вот был у тебя всплеск, ты раз, абсолютно обо всем, не обязательно там развитие какого-то проекта ты делал, а обо всем. А тут тоже какой-то такой спад. Это маленькая занятость или просто вот пропал интерес что-то снимать, что-то показывать людям? Я тебе скажу так, что, естественно, на все должно быть вдохновение какое-то. Интерес не пропал, пропало какое-то, знаешь, ну, может, наверное, то, что я тебе сказал, что я больше окунулся в общественную деятельность в плане работы в федерации, каких-то вот этих моментов. Наверное, не хватало времени для реализации того, что я хотел именно с каналом, с ютубом, да? Но сейчас я, опять же, со своими идеями, то, что я хочу вот эту группу создать, кэмпопроводить, я как раз под это дело и хочу подвести свой канал. То есть, что там будет? Это, естественно, съемки своих, своей группы, которую я буду вести. Ну, то есть, мы увидим видео. Да, да, да. Я думаю, увидите видео, очень много видео. Тем более, меня еще плюс подвигло к этому то, что мое последнее видео, которое я снял в Таиланде, было как-то, я считаю, что оно такое успешное получилось, хотя я его снимал, можно сказать, на коленке. И много комментариев было, и люди заинтересованы, и люди, добавилось очень много людей для канала, я имею в виду, что людям это интересно, и людям это надо. И как раз, опять же, идея та, что ты правильно сказал, допустим, Дима Клоков немножко так, как, скажем, переориентировался, да? У него другие интересы стали, ну, в плане развития кросслифтинга. И у него тоже, я думаю, что сейчас он в процессе каких-то новых идей, у него вечно какие-то там проекты новые. Соответственно, ну, а вот такие простые фанаты тяжелой атлетики, им, конечно, хотелось бы больше тяжелой атлетики. Ну, вот я обещаю, что у меня как раз ориентир будет больше на тяжелую атлетику. И, наверное, она ориентирована будет вот как раз в этом русле для тех людей, которые, вот, как ты говоришь, больше от 20 до 30, которые пришли, и их не берут в школу, но они хотят научиться тренироваться. И вот кроссвит, да, не может это им дать. И вот все-таки такие видео я буду снимать и обучающие, и информативные, то есть, с комментарием. То есть, идея есть, постепенно, я думаю, все будет нормально. И я буду все это дело реализовывать, все будет нормально. Я говорю, что сейчас благодаря вот этому отдыху, да. И, кстати, я многим советую отдыхать, желательно побольше, потому что я реально понимаю, что трудоголики – это круто, это классно, это хорошо. Но, насколько я понял, что вот это отключение и вот эта перезагрузка, как таковая, она реально поднимает какие-то внутренние силы организма. И ты просто с удвоенной, с утроенной силой начинаешь работать. И мозг начинает по-другому работать в этом направлении. Поэтому я тебе советую. Спасибо. Ну, тебе только можно позавидовать на целый месяц уехать в жаркую страну. Слава Богу, мне мой отпуск позволяет. И там многие говорят, допустим, то, что начали заниматься вроде вот этой работой федерации, и тут взял, уехал, всех бросил, все. Ну, я считаю, что это получилось как бы все равно вовремя, потому что прошли выборы, прошли вот эти вот все вот эти разговоры, вся эта суета. И нужна была какая-то перезагрузка, нужна была какая-то пауза, вот какая-то, наверное, точка, от которой надо сейчас отталкиваться. И уже, как у нас идет в тренировочном процессе, да, мы идем сначала наверх, потом идет вниз, потом какой-то застой, потом опять вниз, а потом резкий скачок. Вот, наверное, здесь вот я чувствую, что должно так же получиться. Сейчас был такой застой, упадок, небольшая пауза, и сейчас должно все пойти наверх. Не могу не спросить, потому что, ну, во всяком случае, я слышал такие обсуждения, ты когда в Бугольме с Тюбетейкой сказал, меня и так принимают за... Да. И спрашивают, а кто он по национальности? Я говорю, да он родился в Москве, он москвич. Я говорю, я не в курсе, и в интернете об этом ничто не сказано. Вот, может быть, ты более подробно расскажешь, там, кто твои... Там, либо мама, папа, либо отец, ой, бабушка, дедушка. Нет, на самом деле у меня нет. Я как бы изучил, изучил, ну, как бы стало самому интересно, стал реально вдруг у меня есть какие-то... Потому что куда бы я бы ни приехал, меня везде принимают за своего. И в Греции я грек, и в Армении я вообще свой. В Израиле я чистокровный еврей. Ну, то есть, вот этот момент, я сам понимал, что, блин, ну, не может быть, раз я так похож на кого-то, где-то есть какие-то родственники. И реально искал-искал, ничего не нашел. У меня мама, бабушки, дедушки, прадедушки. Я дорылся, наверное, до прапрадедушки. У меня нету в родне никого из, ну, вот, из кавказских националистов. Единственное, что у меня родственники по маминой линии идут с Астрахани. И у меня моя прабабушка, она была прям такая смоленистая, черная, может, в нее. Потому что у меня мама блондинка, как бы, ну, она прям русская женщина. Папа у меня, хоть и похож, там, на евреечка, но не в такой степени, как я, да, допустим. Я сам понимаю, что у меня ярко выраженные кавказские черты. Но, тем не менее, все-таки я, у меня нет никаких корней. И я родился в Москве, вырос в Москве. И у меня мама и папа также родились, нет, мама родилась в Москве, папа родился в Вильнюсе. Ну, то есть, как бы, я считаю себя вот коренным москвичом и русским человеком. В паспорте я русский. И в душе. А еще на соревнованиях уже, можно сказать, долгое время выступает один из твоих родственников. Это Данил Берестов. Вот о нем можешь что-то рассказать, как о спортсмене? Либо это просто его увлечение, либо он, какие-то в нем есть данные, что он может чего-то добиться, достичь. Ну, ты знаешь, я, так скажем, не люблю, как мы называем, блат или еще что-то. Вот я не очень, не понимаю и считаю, что это неправильно, когда, ну, с одной стороны, неправильно, что мы должны там помогать своим, не своим. Я все-таки, как бы, в этом плане от него абстрагировался, чтобы не лезть. Он тренируется у Заикина Ивана Николаевича. Я просто, ну, как бы, все равно в любом случае слежу за ним. Ну, я вижу так, что он, по-моему, начал заниматься в 12 или в 13 лет. Опять же, он очень, он ходячая реклама тяжелой атлетики, потому что, когда люди говорят, что он не может, люди, которые занимаются в тяжелой атлетике, не растут. Он реальный пример того, что он в 12 лет начал, был маленьким мальчиком, а сейчас у него рост по 2 метра ростом. То есть, тут вообще никакой зависимости от этого нет. Такое ощущение, про него можно говорить, что тяжелая атлетика, наоборот, способствует росту. Соответственно, чего бы, достигнет он, есть ли у него какие-то перспективы, тоже не могу говорить. Есть, нет, для его возраста, наверное, сейчас он поднимает не очень. Но, с другой стороны, каждый раскрывается по-разному. Мы можем очень много примеров наблюдать сейчас. Если, ну, мне одно радует, что у него горят глаза, он зафанател, как мы говорим, тяжелой атлетикой. И вот это самое главное, да. Я, у меня нет каких-то прям амбиций, что именно мой родственник должен стать олимпийским чемпионом или суперспортсменом. Вот, знаешь, чтобы мой сын, грубо говоря, стал таким же, как я, олимпийский. Нет, я совершенно, я в этом плане думаю потом, что каждый человек должен пройти свой путь. Соответственно, он должен выбирать свой путь, а мы просто немножко должны его, как бы, направлять и помогать в этом. Соответственно, у меня таких амбиций нет. Ну, я говорю, самое главное для меня, что мой племянник, вот именно такой ходячий пример штангиста, что он здоровый, красивый и что он реально зафанател. Вот это вот, это самое главное, что сейчас это может быть. И он дает, опять же, своим примером, показывает другим, своим сверстникам и более младшему поколению, что тяжелая атлетика вот может сделать с человеком, может быть таким, так скажем. А с сыном были разговоры? Он как-то проявлял свой интерес к тяжелой атлетике? Ну, рано еще говорить, я считаю, что 5 лет сейчас только... Не-не-не, не именно вот пойдем, там, вот хочешь, а сам он проявлял интерес. Я, например, приведу пример. Я когда за компьютер редактировал видео, у меня дочке 8 лет, все раньше, во всяком случае, ждали, что я ее приведу в спортивный зал, но она сейчас ходит на борьбу. Но она когда увидела, я как раз редактировал девочек, и я выключил. Она, подожди, подожди, покажи мне. Я ей показал, она говорит, о, я тоже так хочу. А я там, ну, вот Москву, что ли, редактировал. Я говорю, надо поднимать тяжести. Нет, штанга тяжелая, я не буду. Ну, наверное, у меня дочка, она точно не ориентирована на тяжелую атлетику. Я считаю, вообще она не ориентирована на спорт, но, тем не менее, она занимается. Это уже большая, она занимается фехтованием. А сын, я в нем вижу потенциал, в плане спортивный потенциал, потому что я вижу, как ему интересно, допустим, не то что интересно, интересно много может быть, но ему интересно вот именно сейчас, вот к этим кувыркам, к сальто каким-то. То есть, я уже в этом вижу плюсы положительные, что он сейчас развивает свою координацию. А мы знаем, что координация, да, для тяжелой атлетики это очень важно. Соответственно, я уверен, что сейчас у него нет какого-то интереса прям поднятию тяжести, но буквально там пройдет год-два, и я думаю, что он в любом случае появится, и он попробует себя, и что-то у него получится, да. Опять же, тут все идет речь о том, что как правильно я ему преподнесу это, как правильно я его направлю в это. Я не должен, я считаю, нельзя давить, естественно, нельзя как-то, как ты говоришь, пойдем-пойдем. Ну и нельзя какую-то прям давать волю, то есть здесь какой-то надо баланс соблюсти. Но опять же говорю, я не буду настаивать на том, чтобы он там стал чемпионом, но думаю, что мастера спорта-то он должен выполнить по мастеру, по тяжелой атлетике. Если захочется заниматься, да? Или ты его… Я думаю, в любом случае. Даже если не захочется, мастера спорта надо выполнить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!